И мы продолжаем тему о GitLab. На этом видео я покажу, как с помощью GitLab можно будет сделать Docker Registry. То есть мы сможем сохранять наши Docker Images в GitLab. То есть это будет такая своя собственная registry для Docker Images. То есть мы их сможем также использовать в CI-CD pipeline. Это упростит очень сильно работу и ускорит, так как мы сможем сохранять наши собственные образы в наше Docker Registry. И давайте приступим. Давайте переходим на наш GitLab. И с прошлого видео я делал демо CI-CD pipeline. И мы здесь будем создавать registry. Итак, мы заходим в наш проект. И сразу переходим здесь в Packages and Registries. И сразу видим, здесь у нас есть Container Registry. Нажимаем и у нас отображается такая вот страница. Хочу сразу сказать, если у вас нет этого пункта от Container Registry, тогда переходите на ваш сервер, где установлен GitLab. Вот он. И идете в папку с GitLab. Далее мы видим, здесь есть папка SSL. Здесь сохраняются сертификаты, которые вы сами создавали или не сами. И эти все сертификаты вы можете удалить. Далее переходим в GitLab RB. И здесь важный пункт, который нужно вам настроить, это External URL. То есть этот пункт вы подкорректируете под себя. И сразу скажу, что желательно использовать, допустим, Lessons Script сертификаты, нормальные сертификаты, для того, чтобы у вас корректно все работало. Либо купите обычные сертификаты, либо Lessons Script. Но желательно, чтобы это было нормальные сертификаты для вашего доменного имени. Также есть параметр. Сейчас мы его найдем. Вот, Container Registry. Также вы можете использовать ваши отдельные доменные имена именно для registry. Это очень хорошо и немножко повышает безопасность, так как не каждый будет знать, где находится ваше registry. И вы сможете немножечко удобнее это все контролировать. То есть кто имеет доступ к registry, допустим, с помощью IP-адресов вы можете блокировать, либо разрешать. И кто имеет доступ к самому GitLab. Конечно, можно сделать в GitLab именно настройку, разрешить определенным пользователям делать это, либо делать то. Но также вы и на уровне сетей сможете это все контролировать. Ну ладно, то есть вот эти настройки вы также можете подкорректировать. Хорошо, у меня все это подстроено. И потом вам нужно сделать будет, заново построить конфигурацию. Короче, вы когда сделаете, у вас, по идее, все должно работать и должен появиться уже будет пункт Container Registry. Итак, переходим в Container Registry. И здесь спускаемся ниже. Здесь есть команды, которые нам необходимы для того, чтобы мы смогли использовать эту репозиторию. Далее, кроме этого, еще нужно создать токен, с помощью которого мы будем вводить как пароль. Токен можно сделать следующим образом. Можно сделать свой собственный токен. Это вы идете в Edit Profile, Access Tokens. И здесь указываете номер токена и даете разрешение. Самое важное разрешение это будет Read Registry и Write Registry. Это два пункта, которые обязательно нужно включить, чтобы иметь возможность работать полноценно с Docker Registry. Также можно сделать это в других местах. Вот мы в нашей репозитории, в демо находимся. Так, спускаемся ниже. У нас есть в настройках Access Tokens. Также можно это все сделать здесь. Давайте я сделаю здесь. Здесь будет токен name, будет у нас. Давайте просто назовем его doka. И даем им сразу разрешение. Read Registry и Write Registry. И делаем, создаем токен. Хорошо. Этот токен обязательно сохраните его куда-нибудь, потому что у вас потом к нему не будет доступа. Копируйте где-нибудь в сторону. Все хорошо. У нас есть один токен. Прекрасно. Идем снова мы к нашему Container Registry. И здесь у нас есть, как нам нужно зарегистрироваться, сделать, короче, doka-логин. Переходим на сервер. И я буду использовать тестовый сервер, на котором я буду все скачивать сюда. Имиджи, либо здесь делать build каких-то новых имиджей и закидывать их в Git. Давайте посмотрим doka-images. Ах да, у вас должен быть обязательно установлен докер. Хорошо, у меня ничего не работает. То есть никаких образов нет. Дальше. Если я сделаю вот эту вот штуку, скопируем, вставлю. Эта команда doka-логин, она нужна для подключения к нашему doka-регистри. Она у меня так сразу не сработает, потому что я использую прокси-сервер. Для подключения к GitLab. И для того, чтобы не перебросить дополнительные порты, мне нужно делать дополнительные лишние настройки, которые я не хочу это делать. И как я говорил в начале, для регистри можно использовать, и хорошо бы использовать, дополнительное доменное имя. Я сделаю немножко по-другому. Я на своем прокси настроил дополнительное доменное имя. Это будет называться demo-registry.rom.com.de. И указал, на какой IP-адрес должно переходить, перенаправляться запрос и на какой порт. То есть вот то, что у меня стоит в GitLab, GitLab-demo – это основной сайт. И registry отвечает именно по этому доменному имени. Поэтому нужно будет немножко изменять то, что предлагает сам GitLab. То есть я буду заменять GitLab-demo на demo-registry. И мне также не нужно будет указывать порт 5050, потому что это за меня будет делать прокси-сервер. И давайте это все сделаем. Так, изменим. Demo-registry. И удалим вот это. Так, посмотрим. Demo-registry. И также здесь demo-registry. Отлично, без указания порта. Делаем логин. Итак, как пользователь мы пишем Git. И пароль – это тот токен, который мы скопировали. Который мы создавали вот до этого. Вставил. Все, все хорошо. Заметьте, у вас пароль здесь отображаться не будет, как в Linux. Здесь ничего не отображается. Но пароль вставляется. Все, у меня логин succeeded. Все хорошо, все работает. И теперь смотрим следующую команду. Здесь у нас GitLab предлагает, что мы сделаем build. То есть у нас есть doca-файл. И мы с этого doca-файла будем делать build. Мы сделаем немножко по-другому. Мы скачаем просто уже готовый image. Допустим, Nginx. И закинем его в наш репозиторий. Итак, переходим в консоль. И пишем doca-pool. Ну и скачаем Nginx. То есть последняя версия. Хорошо. Скачался image. Посмотрим. Вон у нас Nginx.latest. И его нам нужно будет переименовать. Пишем следующее. doca-тег. Далее указываем, что мы хотим переименовать. Nginx и тег latest. Мы его будем переименовать в следующий. Вот. GitLab-demo. Вот эта вот часть, как я и говорил, мне ее нужно будет переименовать. Вот. Поэтому я могу вот сверху скопировать название репозитории. Далее мне нужно указать пользователя и саму репозиторию, куда я хочу забрасывать это все. Пишем rom-nero-demo. Далее я могу указать название самого имиджа. как я хочу его закинуть. Я его назову. Давайте вот так. Demo. К сожалению, нажал на Enter. Сейчас мы удалим потом. Demo Engine X и версия 1, допустим. Ну вот. Посмотрим образы. И вот, который я думаю. Вот это вот нужно удалить будет. Сейчас мы это удалим. Потому что в случае я нажал doca remove image и у нас будет latest. То есть нам это не нужно. Попроверим все. И вот у нас есть demo registry. Вот версия 1, которая и сам оригинальный engine X. Хорошо. То есть мы его переименовали. Отлично. Следующее, что мы можем сделать, это сделать push. И давайте это сделаем. doca push и что нужно, просто копируем наш image и tag нажимаем Enter. Все. Смотрим теперь в GitLab. Обновляем страницу. и как видим у нас скачался demo engine X с одним тегом у нас есть. Если мы на него нажмем, у нас есть версия 1. Все хорошо, у нас все работает. Мы можем забрасывать наши имиджи в GitLab и давайте попробуем теперь его скачать. Давайте сразу удалю этот имидж. Так. И версия 1. Хорошо. Давайте сделаем следующее. Мы не просто скачаем имидж, мы сразу запустим его. Это у нас engine X, поэтому нужно думать, что это веб-сервер. doca run далее поставим remove, чтобы удалялся сразу наш контейнер при остановке. Далее укажем name у нас давайте будет engine x demo далее указываем порты, которые мы хотим перебросить и указываем имидж, который мы хотим использовать. Так. Нажимаем здесь копировать. Надо не забыть, что нужно будет подкорректировать адрес. Да, это немножко неудобно, но это можно обойти с помощью технастрой, который я показал в самом начале. Так, kitlab demo вот эта часть мы убираем demo registry и убираем также порт. Хорошо, нажимаем enter. Все, идет скачивание. Хорошо, все как бы работает и давайте сразу посмотрим, какой IP адрес у этого сервера. Вот он, этот IP адрес и давайте этот IP адрес попробуем запустить. Все у нас работает. Welcome to Nginx. Вот так это все работает. Вот так работает просто только registry с помощью kitlab. Все, всем спасибо, всем пока. Игорь Негода